Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Алексей Насонов был приглашен на юбилей по случаю 20-летия свадьбы своих приятелей, супругов Козловых. Доехать до юбиляров детективу удалось только в начале 12-го ночи. Извините за опоздание, дела раньше никак не отпускали. А где супруг? На улицу вышел. Ой, Лешенька, если бы ты видел, что сейчас было... Ой! Прекрасно, Ирочка-голубка. Как грациозно, как стройна. Продавим, ничего, если напрасно. Другому, милая, верна. Ты у меня уже в печенках сидишь. Я же тебя предупреждал, не таскайся за моей женой. Предупреждал! В твоих мы, прихотях, невольны. Невольны мы в своей крови. Ты вообще челюсть, что ли, железная? Нет. Отойди. Вы его не остановили? А зачем? Пусть знает, что моя девочка нарасхват. Барышни вы и даете. Может быть, он в машине? Мамочки убили! Кен, это я. Знаешь? Приехал все-таки. Где болит у тебя? Ой, грудь. Нужно скорую вызывать. Козлова убили! Мама! Жив, курилка. Если шутишь, все будет нормально. Давай, вставай, я сейчас скорую вызову. Да ну ее к лесу, может, в скорую. Сам отвезешь. Смотри. Твое? Да нет. Наверное, да. Ай, ай, не держи меня так. Мне больно. Что мне как девицу? Да я стараюсь. Кто тебя так? Да поэт один козел. Надо его поймать, люлей отвесить. Поможешь? Только без милиции учти. Не люблю этой глазки. Не, Ген, милицию я просто обязан сообщить. Да не было ничего. Ты видел? Не видел. Упал, упал. Ладно, пойдем разберемся потом. На следующее утро детектив ввел помощников в курс нового дела. Ничего серьезного. Ушибы, ссадины. Через неделю, я думаю, выпишут. А то и раньше. И кто же его так? Этот поэт-песенник, поклонник жены? Ну, Гена думает, что он. Гена в милицию обращаться отказывается, но хочет, чтобы мы нашли обидчика. Ясно. Значит, ищем поклонника жены. А это точно он вообще? Да есть у меня сомнения. Хотя все деньги, ценности, все на месте осталось. Явно не ограбление. Мотив-то личный. Ну, а он этого поклонника раньше видел? Ну, он говорит, что уже месяца два, как у них прописался под окнами. Подбрасывал Ире любовные записочки, букеты под дверью оставлял. Ну, а Ира что? Клянется, что знать его не знает. Пойду сейчас к ней, может быть, мне правду расскажет. В общем, Федор, ты со мной, а ты, Юля, осталась в офисе. Насонов приехал к жене своего друга Ирине Козловой. Банкету готовилась. Чай пила пустой. Похудеть хотела. Теперь горе, и оно все синим пламенем. Ой, прости, чаю не предложила. Возьми чашечку. Ммм, обалденный торт. Ир, а ты в больнице уже была? Угу, с утра пораньше. Козлову как рвануло, он меня выгнал оттуда. Сказал, не знаю, наверное, с головой у него что-то после удара. Ты профессионал, скажи, что делать. А может, он обиделся на тебя? На меня? За что? Ну, а твой ухажер, кстати, как его зовут? Я не знаю. Честно, я не знаю. Ир, да ведь врешь, ведь поди. Мужик с охпой тебе под окнами стоял. А где вы познакомились? Что он? Ну, конечно. В автобусе. Честно говорю, в автобусе меня увидел. Мне кажется, он вообще маньяк. Я сама его боюсь. Мама. Это мама. Детектив не поверил словам Ирины и установил в квартире скрытую камеру. Маньяк, говоришь? Боялась? Ну, ну. Темнит, Ирина, что-то. Давай посмотрим. Мам. Мам. Что же я наделала? Это же конец. Конец нашему браку. Леша его будет искать. Он ведь бульдог. Как цепится, не отпустит. Да пусть только попробует тебя обидеть. Да я этой щейки хвост собственными руками откручу. Я извелась. Я тряслась, пока он здесь сидел. Изнервничалась вся. Что делать будем? Может, Козлову в ноги упасть? Может, простит? Упасть-то мы всегда успеем. Знаешь, куда засунуть свой язычок? Вот и засунь. И молчи, поняла? Надо что-то делать. Надо что-то придумать. Надо звонить Льву Сергеевичу. Что произошло на самом деле? Звони. Не буду. Звони. Пожалуйста, звони. Я тебе сказала, не буду. Мам, твой знакомый. Звони. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Лев Сергеевич. Это Василиса Андреевна. Ну, Ирочкина мама. Ирочка Козлова. Случилось. Ваш нашего избил. В больнице. Муж в больнице. Где ваш, я не знаю. Она же в больнице. И хорошо. Ну что? Ну? Ну что, что, что? Встречу назначил. Давай, одевайся, поедем. Вы что-то поняли? Ну, кое-что. Во-первых, Ирина хорошо знает своего поклонника. А во-вторых, есть еще Лев Сергеевич, который тоже хорошо его знает. При этом Ирина сама не может позвонить своему поклоннику. Приходится связываться с ним через третьих лиц. Ерунда какая-то. Согласен. Ничего, попробуем разобраться в этом ребусе. По заданию детектива помощники следили за Ирой и ее матерью. Ой, Лев Сергеевич. Дамы, я вам клянусь. Олег проверенный в деле человек. Он очень хорошо знает свою роль и никогда не выходит за ее рамки. Ой, Лев Сергеевич, я уже разогрелась. Что мне делать дальше? Ну теперь, моя дорогая, три круга по набережной. Прошу. Ой. Хорошо. Тогда кто избил зятя? Дамы, минуточку. Я не могу отвечать за всю криминогенную обстановку в нашем городе. Я беседовал с Олегом. Он говорит, что он действовал по инструкции. И после разговора с объектом тут же удалился. Скажите, а можно поговорить вот с этим Олегом? Ну, который за мной ухаживал. Так для очистки совести, что ли? Дамы, дамы, так и норовят свой очаровательный носик везде сунуть. Хотя, впрочем, вы правы, вы же заказчики. Вот, записывайте. Спасибо. Кажется, я все поняла. Федь, проси меня, если что. Гад, ладонок! Да катись к своей стерве крашеной! Уходи, я сказала! Белина объелась! Это муж был. Бросил. Ушел совсем к молоденькой и симпатичной. А как вы догадались? Потому что к более старым и некрасивым, страшным не уходят. Но вам повезло. Победоносцев Лев Сергеевич. Специалист по возврату семейных ценностей. Семейных ценностей, ну, меня же ничего не украли. Дорогуша моя, семейные ценности, это муж, жена, детишки. Это самое дорогое, что есть у человека на свете. Ведь так? А в вашем случае я смогу помочь вам вернуть вашего мужа. Слежка за Ириной и Василисой Андреевной привела помощника в кафе. Зря мы связались с этим старым Штирлицем. Это ты мне его подсуропила, мамочка. А почему Штирлицем? Да, он раньше в ГРУ работал. Разведчиков, которые за рубеж смывались, возвращал в Союз. А теперь вот возвращает мужей, жену. А как хорошо все начиналось. Козлов от ревности с ума сходил. Домой стал приходить ночевать. Его повариха зубами клацала от ревности. Да, и ухажера тебе, Лев Сергеевич, подобрал, что надо. Стихи читал, цветы приносил. Ну, конечно, Козлов просто зверел от ревности. А вот и я. Позвольте точку черевница. Позвольте и вы, мама черевница. Геннадий Козлов, старый знакомый Алексея Насонова, попал в больницу. Ночью у кафе, где они с женой Ириной отмечали юбилей свадьбы, его жестоко избили. Гена подозревает, что на него напал таинственный поклонник жены. Детективы устанавливают наблюдение за Ириной Козловой и выясняют, что она действительно не знает своего ухажера, но очень хочет его найти. Все, не могу. Не могу. Нет, 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 миленькая моя, давай, давай, вперед, не жалей себя. Давай, давай, вперед. Вперед. Женщина в тяжелейшей депрессии. Муж ушел к более молодой после 30 лет брака. Сидит одна дома, на телефоне, страдает. А зачем вы заставляете ее бегать? Как? Да потому что истинное страдание, дорогая моя, это боль в мышцах, сухость во рту и отдышка. Во всяком случае, в любом, как говорится, случае хороший аппетит и прекрасный сон на сегодня я и гарантирую. А выйдет из хандры, можно будет, а мужа вернуть. Вы уже кому-то помогли? Спрашиваешь. Тут ко мне две дамы подходили, может быть, видала? Мать и дочь. Так вот, от дочери муж загулял, ну, по черту. Хотел разводиться. А я вернул эту блудную овцу в семью. Ну, разве это возможно? Ну, как? И вы, значит, решили, что это я его избил. А что вы могли подумать еще? Я действовал строго по инструкции. У меня, как говорится, все ходы записаны. Я вам сейчас покажу. Да не надо, не надо. Не надо, не надо, мы вам и так верим. Вы такой очаровательный молодой человек. А вы женаты? Мама, перестаньте, человек на работе. Узгимены, к счастью, пока миновали меня. Но, как говорится, всегда вам быть нас на роже. Так, не вы, не вы, не вы. А, Козлов. Козлов, вот вы. Адрес кафе, улица Цветочная, 17. Вручить букет при муже стихи. Никакого мордобоя не предусмотрено. Да вы читаете сами. Ну, давайте, давайте. Это мне Лев Сергеевич диктовал. Я записывал. Лев Сергеевич. Молодец. Всегда записываю. Контингент большой, память подводит. Вечером детективы собрались в офисе, чтобы поделиться полученной информацией. Ну что, давайте подведем итоги. Получается, что Гена сходил налево. Да так сходил, что чуть дело до развода не дошло. И дошло бы, если не специалист по возврату семейных ценностей. Который организовал целую боевую операцию, чтобы возбудить в Гене угасший интерес к жене и вернуть его в семью. Что удивительно, ему это почти удалось. Да это как раз неудивительно. Удивительно то, что мы остались без единого подозреваемого. Лжиухажеру, но подать на Гену не было никакого смысла. В этой истории надо с другой стороны заходить. Ищите женщину, как говорится. Любовница Гена? А, важный нюанс. Брошенная любовница, которая еще совсем недавно рассчитывала на благоприятный исход Романа. Ну, а вот у нас пострадавший. Да, Ген. Что? Да не кричи ты так. Хорошо, хорошо, я подъеду. Вечером Гену не выпустили из больницы. И встретиться с ним детективу удалось только на следующее утро. Ой. Ой. Здорово. Здорово. Что я тебе сейчас расскажу и покажу? Картина страшная, просто жуткая. Можно сказать, да, кстати, ты принес. Ну, а не будет хуже-то на лекарства, если? Да нет, ну, я просто на обходе под язык подложил все таблетки, а потом их выплюнул. Ну, держи. Ёлки-палки. Так это ж лимонад. Ну, смотри, зато рыбка самая настоящая. Да иди ты настоящая, блин. Еще друг называется. Ладно, смотри сюда. Это чек. На щипцы для волос. Помнишь, тогда у кафе ты мне его в карман положил? Я сказал, что это мой. Так он твой? Нет. Он не мой. Я что, похож на человека, который завевает волос? Читай, что на другой стороне написано. Так, улица Новаторов 2, работа до 20.00. Правильно, там мастерская, я там работаю. Дальше читай. Улица Ленина, 12.00, 9 вечера, день рождения у племянницы. Вот. Там живет моя сестра. День рождения у племянницы Соня. Ей пять лет исполнилось. Я там был. Читай дальше. Так, улица Цветочная, 17.00, юбилей с 19.00 до ночи. Это там, где тебя избили. А, вот-вот. Ты понимаешь? Понимаешь, в чем дело? За мной следят. По-моему, меня заказали, блин. Ну так, что мы имеем? Нападавший знал о передвижении Гена. Я следил за ним. Возможно, хотел напасть и раньше, но удобный случай представился у кафе. Ну, а о чем может говорить товарный чек на щипцы для завивки? Ну, либо это случайное совпадение, либо в деле замешана женщина. Ну, вряд ли она, конечно, сама избивала, но вполне могла дать информацию преступнику. Как вы думаете, они хотели его убить? Ну, с одной стороны, хотели бы убить, так убили бы. Но с другой стороны, такую версию исключать тоже нельзя. Значит, нужно вычислить, кто мог знать о племяннице, банкете в кафе? Ну, это ничего не даст. Слишком большой круг. Родные, знакомые. Ну, кому же он мог так насолить? Может быть, конфликты на работе? Может быть, кому-то дорогу перебежал? Тоже исключено. Гена работает телевизионным мастером. Коллектив маленький, дружный. Там нечего делить. А что он рассказал про свою любовницу? Гена, а почему ты не сказал, что у тебя любовница? Какая любовница? Ты чего? Да не Юли, давай, рассказывай. Да, Светка, что ли? Да мы уже расстались месяц назад. Ты что? Круче моей Юрки, никого на Свете нет. Если бы она еще ребенка родила мне. Так, а как Светлана отнеслась к тому, что вы расстались? Да она не знает ничего. Я ей ничего не говорил. То есть, подожди, ты продолжаешь с ней встречаться? Да нет, ну понимаешь как. Она поварихой работает в столовой. А я ей с дуру взял, 30 тысяч рублей одолжил. Это когда я хотел с циркой разводиться. А сейчас, как эти деньги забрать, не знаю. Ну, вот решил ходить в столовую, питаться и обедами отбивать свой долг. Сам понимаешь. Нет, пока не очень понимаю. Ну, не просить же их обратно. Я же все-таки мужик. Какой-никакой, но все-таки мужик. Ты что заладил? Мужик, не мужик. Сделал-то ты что? Ну, вот смотри. Я ей одолжил деньги, так? Забрать их обратно я не могу. Но я решил обедами их, ну, вычислять эти деньги потом за каждый обед. Но он стоит рублей 150 где-то. Вот считай, месяц поел, ну, четверть долго отбил. Ген, ну ты жмот. Ну, хитер-бомер. То есть, ваш друг дал деньги в долг своей любовнице, а теперь пытаются вернуть их обедами? Повариха ничего не знает и думает, что он в нее влюблен, растаскается каждый день. А вот что она думает, злится, обижается, готовлю отомстить, вот это нам предстоит выяснить. А точнее тебе, Федор, столовую номер 8 у гостиницы знаешь? Знаю. Тогда вперед, Светлана, Новикова, повариха. Иногда стоит на раздаче. По заданию детектива, Федор пришел знакомиться с поварихой. А что на первое? Солянка. Наливайте. Из ваших рук хоть яд? У нас отравлений еще не было в этом году. Да? Ну, может быть, я буду первым. Типун вам на язык. Ну, вы знаете, кажется, я уже отравлен стрелой Амура. Мне глупости слушать не досуг. Что на второе? Бештекс, кура жареная, пюре, гречка. На ваш выбор. А подлива из ваших нежных ручек будет? Без подлива обойдешься. Поднос бери, греби отсюда. Так, не мельтеши. Девушка, хлебушка еще, красавица, положите, ладно? Э-э-э, петухи! Хватит, хватит, Амура, зашли. Вот все ты, Светка, вот мужиками хороводишь, они расшибают друг другу, голубые. Да я что, они сами. Дура ты, дура. Сами только кошки родятся, а мужики, вот их вот, видишь. Ой, а ну иди, иди, пошли отсюда, быстро. Что-то аппетит у меня пропал. Давай, давай. На память. Привет. Иди, иди. Да, Федор. Да, фотографию получил, а кто это? Угу. Ясно. Ты вот что, с девушкой больше в контакт не вступай, а за парнем понаблюдай. Юля как освободится, к тебе подъедет. Приятель детектива Геннадий Козлов избит у кафе. Он подозревает, что на него напал таинственный поклонник жены. Выясняется, что ухаживание за Ириной организовал некий специалист по возврату семейных ценностей, к которому Ира обратилась в надежде вернуть загулявшего мужа в семью. Геннадий признается, что передумал разводиться с женой, однако продолжает регулярно наведываться к бывшей любовнице, которая работает поварихой в столовой. О, Кобелёка, ты что стоишь здесь? Светку никак ждешь? Зачем так грубо, бабуль? Во мне идет. Да ладно, что ты понимаешь, что идет нам, женщинам старым. Ты вообще-то, милок, двое уже у Светки есть, и третьим хочешь быть? Ты вообще-то газеты читаешь, да знаешь, там какие страсти-то пишут. Гепатит по планете ходит, спит, гуляет. Да еще этот сифилис. Ну, правда, этой заразы и в наше-то время хватало. Как вас, бабуля, звать величайство? Ну, Петровной, запомни, Галина Петровна. А что ты хочешь? Очень приятно. А меня зовут Федор. Я помощник частного детектива. Тут, понимаете, какая история случилась? На днях приятеля моего шефа сильно избили, а зовут его Геннадий Козлов. А, это козла-то старого? Светкиного хахеля нашей поварешки-то? А может смотаться в магазин? Вдруг нам запомнили покупателя? Да это первое, что мне пришло в голову. Я там уже был с утра. Вот только магазин уже неделю как ликвидирован. Жаль. Но у нас есть весомое доказательство, почерк преступника. Похоже, что писал мужчина. Был бы еще подозреваемый, у которого можно было взять образец почерка и сравнить. Кстати, на что подозреваемый? Вот смотри фотографии. Этот молодой человек влюблен в Светлану. Сейчас очень агрессивно появился я с Федором. Давай посмотрим, что он у него есть. Тем временем Федор продолжал беседовать с Галиной Петровной. Ты знаешь, я тебе все про них расскажу. Примерно год назад появляется этот Геннадий. Весь из себя мужчина. Ухоженный, приятный. Не то, что нынешние молокососы. Но вообще-то он женатый. Автоматый. Так вкусно. У меня в холодильнике мышь повесилась. Да ты что? А твоя дома не готовит разве тебе? Ирка-то? Да, не. Она все время на диетах сидит. Ну, я как вроде с ней. Автоматом. Бедненький. Компотиком запивай. Всю жизнь бы из твоих рук бы ел. Ну, так в чем дело? Женись на мне. Кто тебе мешает? Мы бы и маленького завели. Какого маленького? Ну, как? Ты же говорил, твоя боится рожать. А я не боюсь. С тобой ничего не боюсь. Светка-то наша. Ой, как пава. Расцвела. Нос кверху задрала. Скоро свадьба, скоро свадьба. А наше последнее-то время, Геннадий, юлить стал. Гена, когда ты на развод подашь? Я уже девочкам все рассказала. Все ждут. Ну, Свет, представляешь, какая ситуация? Ирка с пневмоней легла. Температура 40. Представляешь? Ну, ладно. В принципе, все, я пойду. Пока. Давай. Побежал я. Действительно, засада. Некогда уже. Все, пойду. А, что, Светочка? Да, убежал. Плохи дела. Зачем тебе этот овощ старый смошник? Ну, я хоть вот женщина и старая, и то на него б не глянула. Ну, его можно понять. У него жена болеет. Ой, да что ты говоришь? Меня на мякине не проведешь. На дармовщину жрать бегает к тебе. А ты все, любовь, морковь? Какая тут любовь? Бросай этот старый овощ завядший. Ты посмотри, какие огурчики сюда ходят. Опять приперся. А, да вот хоть этого хватай. Годы-то идут, молодой, красивый. Ну, огурец. А ты? Виктор Постников 23 года, 5 лет назад был условно осужден за хулиганство. Поджег в училище номер 12, где учился на электриках в кабинет директора. Какое любопытное совпадение. Вы о чем? Да, Василиса Андреевна когда-то давно преподавала в этом училище. Ясно. Спасибо вам большое, бабуль. Очень помогли, Галина Петровна. Еще один вопрос. Да, слушаю. У Светки с Виктором отношения начались? Ой, еще какие. Снюхались они. Раньше, бывало, она нос вратила, гнала его за шею, а теперь и проложать позволяет, и цветочки принимает. Сплошная любовь морковь. Ну так, давайте рассуждать. Мы пришли к выводу, что в деле замешано как минимум двое. Один организатор, который дал исполнителю маршруты передвижения Гена, и непосредственный исполнитель. Сдаются мне, что на роль исполнителя лучше всего подходит Виктор. А на роль заказчика – Света Повариха. Она вполне могла знать весь маршрут передвижения Геннадия, да и мотив у нее убедительный. Нам бы образец почерка Виктора получить, ну тогда уже будет о чем с ним разговаривать. Только как. Извините, вот вам телеграмм, распишитесь. Прекрасно, у тебя уже есть идеи, ты этим и займись. Я пойду к Козлову, съезжу камеру с ним. Вам кого? По нашему участку будут перевыборы. Я собираю подписи за нашего кандидата. Вы не хотите отдать свой голос? Не, подруга, в лом на выборы ходить. Да зачем же куда-то ходить? Можно отдать голос прямо сейчас. Необходима ваша подпись, паспортные данные. О, да ну, геморрой какой. Я футбол смотрю, давай в следующий раз. Сто рублей. Ну, несерьезно. Двести рублей. Вот там пенсионерка живет. К ней сходи, за полтинник договоришься. Пятьсот рублей больше нет. Ладно, давай свою ведомость. Списки. Необходимы паспортные данные, вот и фамилия, имя, отчество. Алексей Викторович приехал к Козловым, чтобы снять скрытую камеру. Гена попросил кое-какие вещи ему в больницу отвезти. Я знаю, он звонил. Сейчас закончу и вынесу. Пакет тоже. Да, Юль. Почерк полностью совпадает? Угу. Ну, значит, он. А знаешь, нужна точная копия чека. Ну, я понимаю, что временно это нужно. Давай, действуй. Никогда не замечал, что ты волосы укладываешь щипцами для завивки. Да, мне для Козлова многое пришлось изменить, и поменять, и приспособиться, и научиться, и готовить, и волосы завивать. А можно щипцы посмотреть? Можно. А зачем тебе? Ну-ка, ну-ка. Ну, точно такая же фирма. Ну, у моей жены такие же были. Санаторий в прошлом году оставила. А где покупала? Там не покупала, уже не найдешь. Магазин разорился, ясно? Детективы решили спровоцировать Виктора, чтобы он занервничал и вывел их на заказчика преступления. Эй, погоди. Постой. Тебе тут выпало из кармана. Несколько дней назад. Так это ты, козел. Решил по репе получить, да? Я вижу, узнал, да? Ну. А я тебя тоже хорошо запомнил. Я видел, как ты мужика избивал в субботу около кафе. Так что ты попал. Готовь бабло. Я думаю, десятки хватит. Я тебя сам найду. Ну как, удалось тебе роль шантажиста? Ну, не хочу хвастаться, но по-моему я был на высоте. Парень весь с лица спал. Смотри, он звонит к кому-то. Это я. Тут какие заморочки. Меня типа шантажируют. А я откуда знаю? Парень какой-то. Десять тысяч. Дело хозяйское. Паровозиком пойдем. Ну, не вопрос, можно и обсудить. Ага. Ну, через полчаса буду. Через полчаса Виктор ждал кого-то у магазина. Ждет кого-то. Здравствуйте. Пошли. Василиса Андреевна, здравствуйте. Здравствуй, Алексей. А что ты здесь делаешь? Ну, достаточно будет сказать Василису Андреевну, что я знаю, что Геннадий сбил этот молодой человек. Организовали это преступление вы. А с чего это я взял? Вы дочери своей на юбилей свадьбы дарили щипцы для завивки волос? Ну, дарил. Ну, что? От этой покупки остался чек. А вот на обороте рукой вот этого молодого человека написано, где, когда и во сколько будет ваш зять. И потом, вы же меня уже давно знаете. Если я говорю, что ваше участие в преступлении доказано, значит, так оно и есть. Только не понимаю, зачем вам все это. Неужели такая ненависть, а? Доигралась, а? Так. А если вдруг Генка опять идет к этой поварихе? Он ведь каждый обеденный перерыв к ней бегает, а? Подожди, постой. Ну, ты же говорила, что он заново влюбился в свою жену. Влюбился. Ну? Но все равно таскается туда. И она говорит по всей столовой, что он на ней женится. Послушай, а ты не могла бы найти какого-нибудь молодого в обороте слова парня не очень щепительного? Пусть он переключит ее на себя. Я нашла Виктора. Он стал за Генкиной любовницей ухаживать. Каждый день как на работу ходил. Он все делал. И подарки, и цветы дарил. А повариху как заклинило на нашем Генке. Все равно Генка с ней встречалась. Ну, правда, только в столовой. Ну, какая разница? Да я уже из кожи вон лезу. Но пока ваш взят таскается туда каждый день, Светка никого не замечает. Хоть бы его неделю не было. Я бы ее точно охмурил. Господи, хоть бы его грипп, что ли, какой-нибудь свалил, а? Так давайте я его поколочу. Ну, как? Ну, как? Отделаю, почему зря. А пока он будет на койке валяться, я к Светке подкачу, а кучу ее так, что она сама про него забудет. Пришлось несколько дней подходящего момента ждать. То он не один был, то место неподходящее. Ну, и зок он просматривается. А у кафешки все хорошо получилось. Шут Гороховой! Вали отсюда! Честь имею, отклонись. Иди пока цел! Ночь. Народу мало. Он один на крыльце остался стоять. Но я вышел, по машине, по колесу со всей дурью вдарил. Машина завыла. Господи, сколько же я денег во все это вбухала? Сколько сил потратила? Все ради моей девочки. Леша, ну ведь ты тоже отец. Ну ничего, не рассказывай Генке, ладно? Увы, Василиса Андреевна, вы слишком заигрались. Да там уже Генку уже знает слишком много, чтобы я мог скрыть от него ваши подвиги. Ну, можно Светке ничего не рассказывать? Ну, что я за ней, за деньги. Я ей вчера предложение сделал, она согласилась. Но я действительно ее полюбил. Она добрая. А готовит пальчики, оближешь. Все вы мужики одинаковые. Кобери, да и только. Гена по достоинству оценил усилия жены вернуть его в семью. Он не стал жаловаться на тещу в милицию. Ирина ждет ребенка от Геннадия.